Здравствуйте, Диляра! Отвечаю я на ваш вопрос. Объясните, пожалуйста, почему маленькие дети так часто болеют? По медицинским показаниям они должны переболеть, чтобы их организм адаптировался ко всем микробам и так далее. В духовном мире Иисус взял наши немощи и болезни. Мы ведь не можем болеть, и дети наши тоже не должны. А происходит наоборот. В духовный мир своих сыновей я молюсь и провозглашаю все, чему вы учили. Слава Богу, в больницах мы не лежим. Все-таки я не понимаю, почему дети болеют, когда постоянно молишься за них. Спасибо огромное. Во-первых, Диляра, надо обратить внимание на ваши ожидания. Если, допустим, вы слышите о приближающихся эпидемиях, либо кто-то в детском учреждении заболел, что происходит в вашем сердце, в ваших мыслях? Вы начинаете жить в страхах, вы начинаете присматриваться к детям, вы начинаете о чем-то думать, о таком, чтобы только бы мой сын не заболел или мой ребенок. То есть ожидания работают. Поэтому прежде всего предлагаю вам от таких ожиданий отказываться. А взять на вооружение то, что у нас есть завет 90-го псалма. И мы можем со всеми своими родными, и с детьми в том числе, этот завет заключать. Поэтому вы можете прочитать вместе с детьми этот псалом и перед всякой эпидемией его повторять. И говорить, Господь, я принимаю вот это слово работающим для моих детей. Потому что Бог хочет, чтобы мы своих детей в практике обучали. Почему надо было, чтобы дети всегда присутствовали на всех господних праздниках в еврейском народе, в их культуре? Потому что им надо было быть участниками процесса. Поэтому вы можете своих же собственных детей обучать, как подставить руки под благословение и сказать, Господь, наполни сейчас мои руки силой твоей энергии, чтобы исцеление пришло в мой организм. Или чтобы мои руки источали это исцеление дальше. Чтобы можно было детям предлагать руки возлагать друг на друга, молиться и запрещать болезни. То есть начните их видеть и делать партнерами. А не сразу торопиться давать им таблетку, а говорить, Господь, дай моим детям войти в процесс веры уже с такого возраста. А ведь они гораздо легче верят, чем взрослые. Поэтому включайте их. Пришло время, чтобы дети были партнерами. И если что-то и допускается в нашу жизнь для того, чтобы мы выходили оттуда победителями, и если вы будете верить в те прогнозы медицины, что им надо переболеть, то они будут болеть. А если вы будете говорить, Господь, ты уже взял все наши немощи и болезни, и я принимаю тебя способность власти, применять власть так, чтобы болезнь убежала из нашего дома и не дать ей процветать в наших отношениях, в наших детях и в нашей семье. В любом случае, отвоевывайте территорию, учитесь жить Божьими принципами. И Царство Божие, которое всем обладает, будет на территории не только вашего сердца, а на территории ваших детей уже в их возрасте. И они станут, кстати, молиться за детей в детских садах и школах. И будут видеть тоже чудеса и знамения. Благословляю вас на это. Благословляю вас на это. Благословляю вас на это.